Кто твоему хочешь мать, я буду за руку тебя держать. Чувства, эмоции и все это в руках слабослышащих исполнительниц в прямом смысле. Татьяна Севера уже более 25 лет исполняет песни на сцене с помощью жестов. Не раз Татьяна Владимировна становилась лауреатом и обладательницей призов зрительских симпатий и даже гран-при конкурсов исполнителей. Рассказывает, не так боится выступать, как перестать чувствовать вибрации музыки. Ведь именно она передает мелодии для людей с проблемами со слухом. Я не слышу, я начинаю нервничать. И я всегда прошу, чтобы мне прибавляли, увеличивали громкость. Только в том случае, если чуть убавить, я теряюсь на сцене, честно говорю. Вибрация идет по полу, чувствуется. И когда идет воздушная вибрация. Это каждому человеку подходит по-разному. Но я говорю конкретно про себя. Мне нужна вибрация по полу и воздушная вибрация. Помимо работы на сцене, Татьяна Владимировна обучает и начинающее поколение жестовых певцов. Не только взрослых, но и детей. Важно, говорит Татьяна Севера, научить исполнителей чувствовать музыку всеми фибрами души. Помимо образа подбирается песня. Отрабатывается текст, чтобы правильно передать смысл. Например, глухой человек держит колонку и чувствует, когда идут слова, когда идет музыка, когда она останавливается. Мы вот это все отрабатываем. А потом уже в целом. Ну, на это, на глухого человека, совсем неслышащего человека, уходит где-то примерно год работаем. Со слабослышащими немножко попроще. Они могут быстрее. Ну, полгода. Примерно столько заняла подготовка к всероссийскому конкурсу концертных программ общества глухих. В мае артисты провели фестиваль в Забайкалье, где выбрали самые лучшие номера, с которыми выступили в Хабаровске. А концертная программа была разнообразна. Забайкальцы представили пантомиму, танцы. И, конечно, гвоздем программы стал дуэт жестовых исполнительниц. Поездку в город Хабаровск нас поддержал губернатор Забайкальского края и дали нам финансирование на эту поездку в фонд развития Забайкальского края. Для нас это очень хорошая поддержка. И мы можем развивать наших ребят в творчестве. Сегодня Забайкальское общество глухих активно развивает жестовое пение. Идет набор наставников, которые, как говорят артисты, помогут в этом деле. Сами же готовятся к предстоящему финалу конкурса, который пройдет весной следующего года. Эль Шат Сафаров, Антон Носов. РТК Забайкалье.